Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Нить Ариадны. Некоторые считают создание семьи одним из самых главных событий своей жизни. Некоторым людям же приходится создавать семью не один раз. Никто не застрахован от ошибок, особенно в таком сложном деле, как выбор спутника жизни. И хорошо, что есть прекрасная возможность исправить эти ошибки во втором, третьем, четвертом и всех последующих браках. Однако для тех, кто делает не первую попытку создать новую семью, существует много проблем. Тема нашей сегодняшней программы – повторный брак. Тяжелые взгляды, свинцовое молчание, окончательный разговор, суд, разъезд, делюшимущество и детей, развод. Все, больше никогда в жизни. Буду жить только для себя, свободно и счастливо. Вначале так думают многие. Но проходит время, боль притупляется, обиды остаются в прошлом. Человек постепенно перестает винить в разрыве партнера, перестает искать собственную вину. Не сразу, но постепенно уходит убеждение о том, что в этой жизни уже ничего хорошего не будет. Нет. Наступает время, когда жизнь снова посылает надежду на счастье. Настает день, когда один из взглядов, одна из фраз становится началом новых отношений. Появляется желание создать новую семью. У повторного брака много очевидных плюсов. Люди имеют опыт построения отношений. Прежняя жизнь закалила их и сделала более зрелыми. И если в первом браке многое строилось по принципу «так получилось», то теперь есть возможность сделать все так, как хотелось и мечталось. Часто повторный брак совершается более осмысленно. В нем присутствует желание учесть и не повторять прошлые ошибки, получить от партнера поддержку и внимание. Однако в повторном браке человека могут подстерегать и новые, и старые опасности. Никто не застрахован от повторения пройденного. Взрослый, много переживший человек не всегда склонен меняться в изменившихся условиях. Скорее, он ждет, что новый партнер будет для него более удобным, чем прежний. И старый принцип «если я тебя придумала, стань таким, как я хочу», тоже может сослужить плохую службу. Не всегда просто складываются отношения новых супругов с детьми от первых браков. Взрослым людям сложно входить в новые для них семейные системы, становиться своими в семье мужа или жены. И все-таки повторные браки бывают и счастливее, и крепче первых. Потому что люди могут научиться договариваться и перестать сражаться на позиции, стать внимательнее к интересам друг друга. Потому что у каждого человека есть непокидающая его надежда встретить свою половинку, узнать ее и не испугаться пройти весь путь от «я» до «мы». Итак, если вы серьезно подумываете о вступлении в новый брак, о новом замужестве или женитьбе, или если вы уже окончательно отважились на этот шаг, то что же нужно сделать, чтобы обойти те острые углы и камни, чтобы ваш новый союз не обратился в печальную статистику? Итак, мы сегодня поговорим о том, что такое повторный брак и как обойти все подводные камни повторного брака. Я с удовольствием представляю вам наших гостей. Это психологи-консультанты, действительные члены профессиональной психотерапевтической лиги Алексей Завельский и Ольга Разволгина. Добрый день. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если человек потерпел неудачу в первом браке, то у него возникает закономерный вопрос, сможет ли он создать счастливым второй брак. Каковы шансы человека сделать счастливым второй брак, и что об этом говорит статистика? Ну, наша статистика отечественная дополняется данными наших зарубежных коллег. Американские психологи и социологи следующей проблемы семьи предполагают, делают прогноз, что к 2020 году, по крайней мере, на североамериканском континенте, каждый взрослый человек будет жить в повторном браке. Очевидно, там испытывают достаточно большой оптимизм относительно их прочности и счастья. В нашей стране есть своя статистика, которая свидетельствует о том, что повторные браки чаще бывают устойчивыми, чем первые. Но в том случае, если они не удались, то расторжение повторного брака происходит быстрее, чем человек развелся в первый раз. Здесь нужно учитывать, что нерасторжение брака сопровождается с определенной долей терпения того, что происходит в повторном браке. То есть это не всегда бывает. Бывает лучший брак, то есть они более устойчивы не потому, что они всегда лучшие, они, может быть, не лучшие, но просто ожидания от него могут быть ниже, или то, что происходит в нем, может восприниматься как обреченность. То есть более спокойное отношение к тем же проблемам, которые могли быть у людей в первом браке. И поэтому просто из-за этого разводов повторных браков бывает меньше. Ну, поскольку уж количество разводов такое большое, и в нашей стране, я думаю, тоже где-то процентов 80, насколько я знаю, разводов. Самая оптимистичная цифра 60. 60. Я считала, что 81 брак и 60 повторный. Все-таки это достаточно большой процент. И насколько в таком случае актуальна проблема повторного брака? Если вообще можно говорить об актуальности этой проблемы? То есть, в зависимости от того, что мы обсудили, проблема повторного брака становится одной из ведущих в семейном консультировании и в, собственно, социологии нашей семьи. Потому что, как можно судить из статистики, практически действительно большинство взрослого населения так или иначе попробовало на себе, что значит пережить развод. А это очень тяжелое переживание, которое необходимо пройти, прежде чем заключается повторный брак. Довольно часто неуспех повторного брака связан с тем, что люди стремятся, только что завершив развод, и не пережив горе и потери первого партнера и краха первых брачных отношений, тут же стремительно заключить второй брак. Так бывает, когда развод становится результатом, ну, скажем, романа на стороне. Тогда новые романтические отношения кажутся настолько привлекательными, что второй брак заключается практически мгновенно. А это достаточно опасно. Приблизительно та же ошибка, что и ранний брак молодых людей. Когда один из будущих супругов воспринимается как некий объект, замещающий неудовлетворительные отношения в семье в первой. То есть человек не приходит к кому-то, не высказывает свое намерение жить с другим человеком, а уходит из какой-то, откуда-то, да? Когда он отказывается от предыдущего для того, чтобы почувствовать себя свободной. Но свободу это не приносит. Просто прямо как сказка о колобке. Да, который пытается уйти от бабушки, от дедушки. Ото всех. А куда же он идет, тогда возникает вопрос. Куда идут такие люди? К лисе на нас, если мы будем пользоваться метафорой колобка, потому что новый брак в таком случае имеет много шансов стать еще более неудовлетворительным. Поскольку чем больше ожидания, тем больше постигающие человека разочарования. Путь на самом деле самостоятельности. Как ни странно звучит, говоря о супружестве. То есть для того, чтобы составить полностью нормальные отношения между двумя людьми, необходимо, чтобы каждый из них имел достаточно серьезный опыт самостоятельности и ответственности за себя. То есть проблема действительно актуальна. Актуальна в том плане... То есть в чем ее актуальность? Вот скажите, в том, что люди чаще обращаются к вам, как к психологам, с какими-то проблемами второго брака? Или актуальность в том, чтобы сделать этот брак более счастливым, скажем так? Иначе зачем было бы разрушать первую семью? То есть чего здесь больше во втором браке? Проблем? Хороших проблем или плохих проблем? Вы знаете, это действительно очень интересный вопрос, потому что к психологам обращаются с проблемами люди, живущие в первом браке и во втором браке. А вот с задачей сделать брак счастливым обращаются практически исключительно те, кто живет во втором браке. Первый раз люди надеются на свои силы, и если уже ощущают бессилие, то идут на развод скорее. А проблема сохранения второго брака, сохранения отношений на выстраданных, в общем-то, она более актуальна. Тем более, что, конечно же, повторные браки – это, как правило, союз людей более взрослых, более личностнозрелых, которые заинтересованы в взаимной поддержке и обращаются именно с такими запросами. Сделать более счастливым второй брак. То есть от второго брака ожидают чего-то более лучшего, хорошего, больше счастья, больше понимания. В связи с этим наши ответы наших респондентов, как они считают, что чаще всего люди ожидают от второго брака? То есть каких черт? Давайте посмотрим. Как Вы считаете, если человек женится или выходит замуж повторно, что он ожидает от жизни в новой семье с другим человеком? Наверное, того, что не увидел первой. Не знаю, я не был женат в два раза. Ну, на мой взгляд, я так думаю, что счастье, если не было в первом браке, может быть, повезет во втором, не знаю. Я думаю, что он учтет ошибки в предыдущих браках и уже постарается их не совершать. Так любой человек счастье ждет. Если второй раз вышел, женится или выходит замуж, значит, первый брак был не так счастлив, значит, второй будет счастливее. А как Вы считаете, если человек женится или выходит замуж во второй раз, в третий, что чаще всего он ожидает от новой семейной жизни? Ну, если так случается, случается это и очень часто. Ну, наверное, находит лучше человека. Это то, чего ему не хватало в первой. Ну, не знаю, судя из своего опыта, ничего нового не получается. Ничего не получится. Хотя он ожидает, может, и многого. Или она. Но ничего не бывает нового. Итак, почему же люди все-таки вступают во второй брак? Действительно ли они всегда ожидают от него чего-то лучшего? Или... А стоит ли вообще иногда искать добра от добра? Бывают и такие случаи? Думаю, что психологи мало что смогут добавить к тому, что говорили наши и ваши респонденты. Действительно, перечислены практически все причины вступления во второй брак. Ну, кроме, может быть, романтических отношений, которые показались очень привлекательными по сравнению с действительно неплохими отношениями в первом браке. Довольно часто это случается у людей, вступивших в брак достаточно молодыми, когда они не успели еще попробовать иных отношений, а уже заключили брак. Тогда возникшие романтические чувства воспринимаются как достаточное основание для того, чтобы переменить брачного партнера. А что касается ответов людей, действительно, это причина, по которой люди вступают во второй брак, уже пройдя такой обдуманный и совершенный развод. Действительно, это поиск того, что в первом браке они недополучали, это общая и такая базальная причина? Ну, без того, чтобы посмотреть, чего же именно они не получали в первом браке, без того, чтобы разобраться, как это можно получить от другого человека, какие отношения желательные, потому что человек, упрекая другого в том, что отношения его не устраивают, не всегда представляет себе, какие отношения его бы реально устроили. Без этого есть очень большая достаточно вероятность, что он столкнется с теми же отношениями, сформирует те же отношения, которые были в браке первого. Какие еще могут быть причины, кроме вступления в второй брак, кроме той, чтобы сделать счастливее, удачнее этот брак? Вот вы в начале нашего разговора говорили о том, что некоторые женятся очень быстро, сразу после развода. Вот какие бывают причины у людей, кроме желания сделать свою жизнь лучше? Страх одиночества. Страх одиночества. Страх остаться одному. Хорошо. А на зло? Вот такое существует, когда супруги развелись, да, и кто-то из них встретил другого человека, может быть, это и не совсем тот человек, о котором мечталось, но вот на зло... Желание доказать, что без тебя я все равно буду счастлив или счастлива, да, наверное, существует. Но чаще всего все-таки глубокая такая психологическая причина стремительного заключения повторного брака в том, что человек действительно не в состоянии жить сам с собой. Не готов принимать себя. Угу. Его страшит остаться наедине с самим собой даже на тот необходимый срок, который требуется для переживания потери. И тогда новый партнер в браке попадает в очень сложную для себя ситуацию. Его как бы не воспринимают как реального человека. Он служит тем, что в психологии называется замещающим объектом. Как, например, ребенок маленький, боящийся засыпать один в темной комнате, а когда мама уходит, просит оставить ему хотя бы большую плюшевую игрушку. Вот такой большой плюшевой игрушкой, к сожалению, может стать взрослый человек, который соглашается вступить в брак с партнером, только что пережившим развод. И играть роль этой игрушки. И играть роль этой игрушки. Иногда пожизненно. Синие успокоительные подушки, как в психологии. Скажите, а сколько времени нужно, чтобы прошло после развода до момента вступления в новый брак, чтобы человек мог как-то осознать какие-то свои проблемы? Здесь зависит. Нельзя сказать, что есть такое время. Есть такое календарное время. Хотя есть, на самом деле, и это время. Считается, что не менее полугода проживания потери, не менее полугода полное проживание потери, а так это вообще-то, если привязываться к кругу, то круг сезонности. Надо пройти весь самостоятельно. То есть пройти все этапы. Что это за круг, Алексей? Что это за этапы? Этапы? Круг. Круг вначале. Круг у нас сезонности – это весна, лето, осень, зима. То есть если вы развелись зимой, то надо до следующей зимы дожить в одиночестве. Да, да, да. Тут есть и внутренняя метафория. А для чего это нужно и важно? Именно. Для того, чтобы помочь человеку пережить все этапы протерии. По этапу потери от отрицания, которое наступает, брак, каким бы он ни был, сколько бы претензий не выдвигались супругами друг к другу, он всегда был очень важным, очень ценным для каждого из них. Оно может быть негативным, оно может быть позитивным, но ценным оно точно есть. Люди не признают ни этой ценности, не признают окончательность. Очень часто люди не способны признать окончательность. Первый этап – это признание произошедшего, признание, что расставание свершилось, и что те отношения, которые были, были ценны для человека. Когда это признается, когда человек приходит к чувству реальности, что теперь он один, наступает этап обвинения своего партнера, обвинения себя в тех или иных. Поиск виноватого, на самом деле, это тоже необходимый этап. Он ни плохой, ни хороший, он происходит. Его нужно тоже прожить полностью. То есть та агрессия и то накопившееся чувство вины, оно должно иметь выход, оно должно прожиться. После этого наступает этап депрессии, замкнутости. А можно миновать какой-то этап, перескочить? Или не рекомендуется? Ну, не миновать какой-то этап можно, именно к сожалению, потому что тот этап, который мы успешно минуем на этом пути, потом в новых наших отношениях будет возвращаться снова и снова. Очень часто людям не хочется переживать именно, ну, предзаключительный этап переживания потери, именно депрессивный. Отсутствие любых желаний. Иногда у человека появляется такое чувство, что в моей жизни уже никогда ничего хорошего не будет. Это очень тяжелый этап. И, конечно, хочется включиться в какие-то отношения. Новые отношения всегда более теплые, всегда более романтические. Но не пережив этого этапа или какого-то другого этапа, мы рискуем притащить их с собой в новые отношения. Раз за разом они будут проявляться в новых отношениях по совершенно, казалось бы, для партнера непонятным поводам. Но прелесть, на самом деле, завершения круга сезонности заключается в том, что, проживая все этапы потери, человек приходит к реальному, как метафорически красиво говорят, исцелению, а на самом деле способности к образованию новых эмоциональных связей. Только тогда они уже новые, а не отражение, не калька старых. Все успокоилось, дошло до своего завершения, осознал. Потому что, опять же, профессиональные психологи говорят, что в состоянии беспокойства никаких серьезных решений и принимать нельзя, да и ничего хорошего и сделать нельзя, когда ты еще беспокоен. Как предыдущие браки влияют или как они могут влиять на повторный брак? То есть влияют ли они? Если влияют, то каким образом? С каким знаком больше, с положительным или с отрицательным? Человек, пытающийся отказаться от такой большой части своей жизни, как брак, ну, в общем, наверное, не совсем адекватен. Тот опыт, который человек приобретает в первом браке, может быть как позитивным, так и негативным. Но по-любому это опыт, который можно либо использовать, чтобы не повторять, например, допущенных ошибок, либо тот опыт, от которого можно отталкиваться. Вот так мы точно уже больше поступать не будем, не хотим и не станем никогда. Да. Первый брак влияет на жизнь человека и совершенно практическим образом. Если в первом браке были дети, то, естественно, отношения бывших супругов в заботе о детях продолжаются. И отношения супругов сейчас уже, слава богу, у нас есть такие специалисты, которые помогают расторгнуть брак без взаимной ненависти. Позволяют людям общаться и после расторжения брака иногда лучше, чем они общались в браке. Естественно, они могут принять и новых брачных партнеров друг к другу. Давайте вернемся к нашим респондентам, к нашему интервью, когда мы обратились с вопросом о том, как они считают, если им бы предоставилась возможность повторно создать семью, новую семью, какие бы ошибки они не учли и не стали повторять в своем повторном браке, как бы они улучшили свою семейную жизнь, чего бы не повторили. Вы замужем? Замужем, да. Муж помер у меня сейчас. Скажите, а если бы вам предоставился бы случай начать новую семейную жизнь, что бы вы изменили, улучшили и каких бы прежних ошибок не было? Если бы был у меня такой подходящий мужчина, конечно бы я вышла бы замужем, бы улучшила бы свою жизнь. А что там из-за чего-то? А просто как по-человечески. Вы женат? Конечно. Скажите, пожалуйста, вот если бы вам представилась возможность изменить что-то и улучшить в своей семейной жизни, что бы вы сделали? Чтобы улучшить семейную жизнь. Она у меня и так прекрасна. Вы замужем? Да, я уже бабушка. Скажите, пожалуйста, что бы вы сейчас могли изменить или улучшить в своей семейной жизни, если бы вам предоставилась такая возможность? Ничего, я всем довольна. У меня очень хорошая семья. Вы замужем? Да. Как вы считаете, что бы вы изменили или улучшили в своих отношениях с семейной, если бы вам предоставилась бы такая возможность? Ну, как бы, она возможность есть всегда. Надо просто больше уделять внимание друг другу, относиться с пониманием друг к другу. И, в общем-то, поменьше эгоизма в отношениях, больше думать о другом, чем о себе. Вы замужем? Конечно. Вот если бы вам представился случай начать новую семейную жизнь вот с этим человеком, что бы вы изменили и улучшили, каких бы ошибок вы не допустили? Мне кажется, что мне семейная жизнь мешает, моему вот продвижению по службе, что я действительно очень много времени отдаюсь семье, а вот мне бы хотелось, конечно, чтобы наоборот. Ну, наверное, я бы замуж просто не вышла. Вообще? С какими подводными камнями чаще всего встречаются люди, которые вступают в повторный, второй, третий, четвертый, пятый и так далее браки? Ну, подводных камней достаточно много. Дело в том, что достаточное количество того, что происходило в первом браке, зависело и инициировалось самим человеком. Самим человеком, который разводится, который собирается организовать и вступать. То есть он тоже виноват? Достаточно часто, сами того не понимая, люди, жены, мужья делают из своего нового супруга кальку, делают, даже сженившись на другом человеке, кальку своего предыдущего супруга. Подобного? Подобного, да. Такого же, как в прошлом браке. Вот это... А для чего это? То есть... Вы понимаете, им удобно жить с таким человеком. А зачем тогда разводились прежним? А потому что претензий много к тому человеку. А к этому пока еще мало, да? Пока еще. Другой человек – это дополнение браки, другой человек – это дополнение самого человека. И если человек не до конца принимает самого себя, то, соответственно, он будет проецировать это на другого. Человек, который это принимает, становится супругом. Став супругом, он принимает, прежде всего, негативные черты, негативные стороны человека. Тогда, Алексей, можно ли это сказать так, что, чтобы не выбирать себе в повторном браке такого же супруга, да, или супругу, да, так, может быть, лучше присмотреться в первом браке, опять же, к своему супругу или супруге и быть как-то более внимательными? Но это сложное, понятно. Да, это было бы хорошо в любом браке, чтобы говорить. А среди распространенных, Татьяна, вот вы спросили о подводных камнях второго брака, среди распространенных проблем, которые существуют, это все-таки может быть то, что не всегда люди оценивают, стремясь заключить второй брак. Это, конечно, достаточно сложные отношения, которые складываются между новыми супругами и детьми каждого из них от первого брака. Не всегда как маленькие, так и уже совсем взрослые дети готовы принять выбор своего родителя. Не всегда они могут простить родителю совершенный развод. И тогда весь негатив, который довольно сложно ребенку вылить на маму или папу разведшись, выливается на нового брачного партнера, что очень сильно осложняет их совместную жизнь, если они живут под одной крышей. Кроме того, поскольку в повторные браки вступают, как правило, люди уже достаточно зрелые, им отнюдь не просто вписаться в новую семейную систему, а в нашей стране многопоколенные семьи, где вместе живут бабушки, папы, мамы, взрослые дети и еще внуки, это вполне реальная ситуация, когда приходится пристраиваться человеку, уже имеющему негативный опыт общения с семьей мужа и жены, встраиваться в новую семейную систему. Это тоже достаточно большой такой подводный риф, который в романтический период не всегда принимается в расчет. Что можно посоветовать в таких случаях? Как можно обойти вот эти проблемы, эти подводные камни, чтобы второй брак, то есть повторный, любой повторный брак был все-таки удачным, чтобы не искать себе следующего партнера? Ну, обойти подводные рифы. Мы уже говорили о том, что необходимо, во-первых, проживание потери, да, потери первого брака. В процессе этого проживания придет и ощущение себя, ощущение своей потребности. Второе. Каждый из супругов имеет вот первый опыт первого брака, это опыт первого супруга, да? Соответственно, не надо отторгать тот опыт, его нужно привносить в новую семью. То есть новый супруг должен знать о том, что происходило в предыдущей семье. Это, кстати, вопрос, который довольно часто задают люди, приходящие к психологу на консультацию. Нужно ли информировать нового супруга о том, как складывались отношения в первой семье? Будет ли это его травмировать или наоборот послужит в плюс к простроению новых отношений? И что же? Как можно ответить? Как правило, поскольку во второй брак, как мы уже сказали, вступают люди более зрелые, мы рекомендуем все-таки в большей степени открытости доверия в отношениях пробовать, практиковать, тренировать, в конце концов, друг в друге. И идти на то, чтобы открытыми были и те проблемы, которые существовали в первом браке. И это послужит возможностью обсуждать проблемы, которые возникают в новых отношениях. А как быть, если во втором браке или муж, или жена постоянно вспоминает своего предыдущего супруга или супругу? Либо хорошо, либо плохо. Мне кажется, это довольно частый случай. Как с этим быть? И вообще, это симптом чего? Симптомы-то, безусловно, неудовлетворяющих отношений здесь. Во втором, в повторном браке. В повторном браке. А также, поскольку это является комплексным таким чувством, это очень ярко показывает, что то самое проживание, расставание не было пройдено человеком. Он еще не закончил отношения в первом браке. И постоянно тянет их в новые отношения. А как быть, допустим, если человек, то есть первый брак расторнут, человек уже вступил, он или она, во второй брак, но постоянно контролирует, так сказать, супруга, либо в другой семье, если эта семья уже есть, либо, так сказать, просто так, вот, постоянно держит, так сказать, на ниточке. Он опять же не развелся. Все мы помним замечательный фильм, да, где Маргарита Павловна контролировала своего хобота из последней невозможности. Да, конечно, это свидетельство того, что отношения не разорваны и брак не расторгнут, на самом деле, в психологическом поле человека. А стоило тогда его расторгать? Может быть, и стоило. Ну, надо просто прожить, пройти этот путь до конца. От неудовлетворенности возникает от того, что он не пройден до конца. Причем неудовлетворенность обоими сторонами. Контроль. Да, действительно, и контроль, это возможность контролировать другого человека. Возможность контролировать другого человека потребна только до тех пор, пока нужны отношения с ним. Как только отношения с ним реально прекращаются, вот такие попытки и такая потребность, она отпадает сама собой. То есть это симптом того, что этот данный член семьи, бывший член семьи, не прожил вот этого отрезка, да, то есть не до конца как бы изжил предыдущий брак, даже если другой член семьи как бы с ним развелся. Как вы считаете, вот как можно решить вопрос с детьми? Есть какие-то, ну, советы, вот в завершении нашей передачи, как поступить здесь, когда не очень хорошо складываются отношения в новом браке с детьми? Как правило, это тоже является следствием того, что при разводе и тот, и другой родитель не сказали детям, что несмотря на то, что папа и мама больше не желают жить вместе, тем не менее и папа, и мама любят ребенка, потому что ребенку очень важно знать, что он не будет брошен. Очень часто негативные отношения к новому партнеру вызваны тем, что дети внутренне не могут поверить, что мама или папа не променяют их на нового партнера. Как только они убеждаются, что родители, даже заключая новый брак, все равно по-прежнему любят их больше всех на свете. Вот эти отношения даже с новым партнером, который, конечно, желательно, чтобы был максимально лоялен к детям, это, кстати говоря, показатели хороших отношений к самому партнеру, хорошие отношения к его детям. А когда эти отношения выстраиваются, тогда и ревность уходит, тогда и негатив в отношениях детей становится меньше, 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 сменяется тоже доверие, может быть, даже любовь. То есть главное договориться, не скрывать, главное открытое отношение во втором браке, и тогда это, по крайней мере, будет какой-то возможностью, дополнительной возможностью для создания счастливого брака. Итак, дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Напоминаю вам о том, что сегодня мы говорили о повторном браке, и нашими гостями были психологи-консультанты Алексей Завельский и Ольга Разволгина. Мы прощаемся с вами, до встречи через неделю, всего вам доброго, будьте счастливы, любите друг друга, будьте внимательными друг к другу. Спасибо. 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 Спасибо.